Самый, пожалуй, злободневный вопрос, вокруг которого много недопониманий, слухов, разговоров и сомнений – мобилизация. Добрая половина вопросов от журналистов была об этом. И о нарушениях при вручении повесток, и ошибках в ходе мобилизации, и о вопросах поддержки семей мобилизованных, и о том, как проходит подготовка в загородном учебном центре. Сам много раз уже был в учебных центрах, общался с людьми. Все, что касается базового обеспечения, оно есть. Высокого качества, каждому мобилизованному представляется полный набор необходимого монтирования и экипировки. Также хочу сказать, что у бойцов самое современное оружие, на котором они сейчас и проходят обучение, или вспоминают свои навыки в учебном центре, и который будет дальше с ними. У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идет. Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Причем нет задачи призвать всех единовременно в один день. Мы работаем индивидуально с семьями тех, кто был мобилизован. За каждой семьей закреплен ответственный от органов местного самоправления, от органов исполнительной власти, субъекта. И точно так же каждую задачу, каждый вопрос мы разбираем индивидуально. Еще один блок вопросов, который не теряет актуальности и даже с каждым годом все острее. Экология. Загрязненный воздух, запахи которых невозможно не замечать, несанкционированные свалки и стоки в водоемы. Вопросы требуют особого подхода, комплексной работы, которая займет не один год, подчеркнул губернатор. Очень серьезно занимались с коллегами вопросами выбросов атмосферы и в целом экологической повестки. Думаю, что вы уже в курсе, что назначили ответственным за министерство и за все его задачи другого зампредправительства, первый зампредправительства Анна Николаевна Рослякова. Можно однозначно сказать, что какого-то единственного источника выброса в Рязани, который таким образом негативно влияет на атмосферу, нет. Их много. Большое количество. Самые разные. У нас сейчас уже есть план работы и действий по этому направлению, начиная от того, что мы начинаем наращивать средства мониторинга. Заложили уже бюджет на следующий год и на 2024 год в течение двух лет приобретем достаточно большое количество средств, которые позволят нам более точно составить картину выбросов. По экологическим вопросам ведется аналитическая работа, на основе которой уже в этом году, по словам Павла Малкова, будет выработан план действий на ближайшие годы. Не остались в стороне темы здравоохранения и образования. Руководители региона спрашивали о превентивных мерах во избежание повторения лесных пожаров, о долгострое музея и о ремонте здания второй гимназии. Реновация системы городского транспорта – еще один насущный вопрос, как и уборка и благоустройство областного центра в целом. Кадровые вопросы и вопросы низких зарплат тоже не ушли от внимания губернатора. Например, точно известно о появлении новых лиц в правительстве. По ряду кандидатурно-ключевые посты уже приняты принципиальные решения. У нас уже есть кандидаты согласованные, которые прошли все собеседования, тестирования необходимые. Сейчас просто проходят последние проверки. Это руководитель госжилинспекции, это министр соцразвития, это министр транспорта автомобильных дорог, это зампредправительства по сельскому хозяйству и, пожалуй, все. Дополнительные консультации пока еще ведутся по зампреду правительства, по социалке и по министру строительства. Не могли не спросить коллеги и о новогодних торжествах, как планируют в текущих условиях отмечать праздники, на что губернатор ответил, что массовых торжеств и салюта, естественно, не будет. А вот детские елки и украшения города отменять нецелесообразно. Рассказал Павел Молков и о личном, о том, что никак не может подобрать пресс-секретаря, о том, почему сам лично ведет свой телеграм-канал, а также о занятиях единоборствами. Спортивный график, говорит, чуть сбился из-за губернаторской должности и текущих дел, но постепенно Павел Викторович возвращается в свой обычный рабочий режим. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».